Пенопласт, котлы или обогреватели. Перед отопительным сезоном жители Покровска активно взялись за утепление квартиры домов. Как дешевле и эффективнее обогреть жилье, давайте посмотрим. У Валерия Васильевича дом. На газовом отоплении экономят. Жилье обогревает твердотопливным котлом. Говорит, на зиму достаточно двух тонн угля. Я за две тонны пять тысяч отдал. 80 квадратов обогревает. Ведра угля мне вот так хватает. Владельцы квартир с централизованным отоплением накануне осенне-зимнего сезона штурмуют магазины электроники или строительные рынки. Укутаюсь одеялом и все. Конечно, холодно в квартирах. На горячие батареи в квартирах рассчитывать не приходится, говорят покровчане. Прибегают к альтернативным методам обогрева. Например, обшивают жилье. Пенопласт. 220 гривен за квадратный метр. Этот материал, говорят строители, чаще всего покупают для обшивки. Потому что термостойкий. Просто, что он не сыроет и ничего не скапливается под ним. Когда солнце греет, не греется стена, где там не жалко. Зимой холод не поступает. Для Николая Ивановича такая обшивка стен не по карману. Квартиру обогревают масляным радиатором. Еще советской сборки. Я немножко так пользуюсь. Если включить, то месяц там тысячу гривен набежит. Устанавливаем температурный режим. Намного эффективнее масляного радиатора конвекторы, уверяют продавцы электроники. Новинка этого сезона – сенсорный обогреватель. Стоит недешево почти 3000 гривен. Зато квартиру прогреет в считанные минуты. Максимальный выход теплого воздуха. Соответственно, очень быстро прогревает помещение. Чего не давали нам масляные обогреватели. Одним конвектором можно отопить помещение до 20 квадратных метров. Большим спросом пользуются и электрические обогреватели с увлажнителями воздуха в комплекте. Правда, они еще дороже. Цена 4600. Мощность и эконом режим. Это поддерживается оптимальная температура в районе 24-25 градусов. А это самый бюджетный вариант. Тепловентиляторы. Цены от 350 гривен. Спрос накануне отопительного сезона на них возрастает вдвое. Ольга Сламяна, Телеканал Донбасс.